Это два квадрата. Вот, я тебя назвала два квадрата. Она вполне сюда спокойно могла свернуть, зайти. Вот здесь сильно заболочено, то есть она могла в это все войти и выйти. Постановка задач, выдача оборудования и волонтеры отправляются прочесывать лес. Цель – обойти территорию от Орехова-Зуева до Кабанова. В этом районе пропала 82-летняя Нина Новикова. Мы по камерам наблюдения видим, что она выходит из Орехова-Зуева. Абсолютно точно она покидает этот населенный пункт, но до следующего населенного пункта она не доходит. Такие выводы мы сделали, исходя из того, что там была проведена оклейка ориентировками, оповещения местного населения. Но бабушку, к сожалению, никто не видел. Нина Васильевна ушла на прогулку 14 сентября. Первые дни усиленных поисков не принесли результата. Но работа продолжается. Добровольцы. Последняя надежда родственников. Если человек пропал, мы приняли заявку, мы будем искать, пока его не найдем. Это может быть, к сожалению, иногда и год, и два, то есть до результата. В Орехово-Зуевском отряде Лиза Алерт – обученные волонтеры и кинологи. Никакой оплаты за работу нет. Но по первому зову эти люди готовы прийти на помощь в любое время. Постоянно бывают ночные поиски, потому что чаще всего о том, что потерялся взрослый человек, сообщают уже вечером. Днем ищут своими силами. К вечеру приходит заявка на ночной поиск, выезжаем. Вообще, раньше я не знала, что я могу не спать ночью. Сейчас я знаю. Ну вот, собственно, так и совмещаю. Вместо сна иногда сдвигаю работу, потому что работаю на свободном графике. Военный пенсионер ушел на пенсию и решил пойти в отряд реализовывать то, что не получилось, когда фонализу искали в 2011 году. Находил на городских поисках бабушку живую, невредимую. Это, наверное, непередаваемые чувства, когда ты спас чью-то жизнь, то есть уже, грубо говоря, отработал то, что свои грехи. Сегодня в Орехово-Зуевском округе идут поиски 15 человек. Принять в команду и обучить готовы каждого. Помощь волонтеров требуется не только в поле, но и в информационном пространстве. Узнать больше об отряде или обратиться за помощью можно по телефону 8 800 754 52.